МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Донецкий кинотеатр имени Шевченко откроет свои двери уже 16 октября. 14 октября под обстрел украинских боевиков попала похоронная процессия в поселке Сартана под Мариуполем. По оперативной информации Управления здравоохранения городского совета, сегодня в больницах города находится на лечении 16 пострадавших, 5 человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Количество погибших 7 человек. В горбольнице номер 4 доставлено 13 человек, двое из них в тяжелом состоянии. 11 человек получили ранение средней тяжести. В горбольнице номер 5 доставлено 2 человека, один из них в тяжелом состоянии. Он прооперирован. Второй пострадавший средней степени тяжести. По сообщению медиков, их жизни опасность уже не угрожает. В горбольнице номер 1 доставлен 1 человек. Через скорую прошли 11 пострадавших, от 33 до 80 лет. Все с травмами средней тяжести и тяжелые. Из них семь мужчин и четыре женщины. Супруга Павла Губарева вечером 14 октября сообщила хорошую новость о состоянии его здоровья. Павел не только пришел в себя, но уже переведен из реанимации в обычную палату. Екатерина Губарева на своей странице в социальной сети написала, что Павел идет на поправку и опубликовала фото мужа после перевода в стационар. У Верховной Рады бунтуют тысячи националистов. В центре Киева продолжаются массовые беспорядки. Неонацисты, недовольные тем, что Верховная Рада Украины отказалась рассмотреть законопроект о признании героями ветеранов повстанической армии, нападают на милиционеров. В ход идут палки и биты. В сторону сотрудников правоохранительных органов летят петарды, дымовые шашки и взрывпакеты. На площади возле Верховной Рады до сих пор находятся несколько тысяч человек. Они держат в руках флаги с символикой националистической партии «Свобода». Сотрудники милиции шеренгой в два ряда охраняют проход к центральному входу в здание парламента. Одно из окон Рады было повреждено в двух местах попадания металлических гаек, которые, предположительно, были запущены демонстрантами из рогатки. В результате этого инцидента никто не пострадал. А вот среди работников правоохранительных органов пострадали 15 сотрудников. Разбиты головы, переломаны руки, вывихнуты суставы. На данный момент задержан 21 правонарушитель из тех, кто кидал камни и взрывпакеты, бил стекла, нападал на правоохранителей. Всего, по данным киевской милиции, в акции принимали участие до 8 тысяч человек. Спикер парламента Александр Турчинов в нарушении всех правил сделал всем попыток поставить вопрос на голосование о признании воинов УПА стороной, воюющей за независимость Украины во Второй мировой войне. Но он так и не набрал необходимого числа голосов. Ранее объединение «Свобода» организовало марш по центру Киева под лозунгами «Бандера – наш герой». Его участники по пути к зданию Верховной Рады пели гимн и требовали признать воинов УПА героями Украины, а 14 октября – днем защитника Отечества. Время шествия к свободовцам присоединились бойцы нацгвардии и ветераны ООН УПА. Вчера, 14 октября, прошли факельные шествия на улицах Харькова, Киева, Краматорска и Кременчуга. Жители городов прячутся в домах, опасаясь расправы. В шествиях приняли участие радикально настроенные граждане Украины. В центре Киева прошло факельное шествие по случаю 105-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Во главе колонны были лидеры всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тегнебок, народные депутаты фракции «Свобода», в частности Игорь Мирошниченко и Андрей Ильенко, два священника, а также девушка в национальном костюме, которая несла портрет Бандеры. У многих участников шествия в руках были зажженные факелы, флаги Украины, объединение «Свободы» и черно-красные флаги. Многие также несли с собой букеты живых цветов. В Краматорске около сотни демонстрантов прошлись по центру города с факелами, национальными флагами и флагами УПА в руках, скандируя патриотические лозунги. Кто организовал данное шествие в настоящий момент неизвестно. Глава Краматорской свободы Сергей Корниенко сказал, что они к этому не имеют никакого отношения. В Харькове вечером 14 октября несколько тысяч человек вышли на площадь Конституции, чтобы принять участие в факельном шествии. Организаторы сообщили, что таким образом жители города решили почтить память бойцов УПА. По улицам Кременчуга также прошло движение нескольких сотен людей. В качестве альтернативы маршу УПА в Одессе провели петушиный митинг. Как и в других городах, 14 октября в Одессе планировалось факельное шествие в память о так называемых героях, павших за миллионы Порошенко, за лимузины Кличко, за светлые перспективы европейской садомии и ради победной легализации марихуаны. Именно за эти ценности, святые для каждого испившего чаю на Майдане, умирают сами и массово убивают мирных жителей, женщин и детей на Донбассе. По мнению организаторов, именно так вышеупомянутые люди выглядят в глазах обычных одесситов и воспринимаются городским большинством. Символом всего вышеописанного безумия послужили петушиные бои, организованные на одной из одесских площадей. Многие согласятся с тем, что к проведению восстановительных работ в Иловайске справедливо будет привлечь тех, кто его разрушал. О разрушениях и восстановлении города в своем репортаже расскажет Маргарита Миронюк. Мы едем по следам войны. Дорога осечена осколками артиллерии. Чем ближе подъезжаем к городу, тем больше поражает мысль о мужественности людей, которые пережили ужасы бомбежек и оккупации украинскими карателями. Это Иловайск, город-герой. Он пострадал в результате многочисленных артобстрелов украинской армии. За этот город велись ожесточенные бои, в результате которых многие жители остались без жилья, и был нанесен существенный ущерб инфраструктуре города. Сейчас здесь ведутся восстановительные работы. В детском саду «Ромашка» дети спокойно играют в песочницы. А ведь еще совсем недавно они вздрагивали от выстрелов и разрывающихся снарядов вместе со своими мамами. Это Дима, ему 4 года. Он рассказал нам о тех страшных обстрелах. Маска, дом пострадал твой. Пострадал твой дом? Да, вот там, дай-ка. Пострадал. А что там случилось? Расскажи нам. Просто пушка стоял, стоял и убил. Он просто дал, просто убил. А там у Лены забор побитый. Забор? У Лены. Страшно было, ребят? Ну, страшно было. В школе номер 12 идут уроки. Во время обстрела Иловайска украинскими войсками снаряд упал в 100 метрах от учебного заведения и разрушил угол дома. Здание школы чудом уцелело. После обстрелов произошли серьезные разрушения на железной дороге. Снаряд попал в мост, вследствие чего он обрушился. Взрывной волной и осколками выбило окна в школе номер 13. Сейчас ведутся восстановительные работы. Окна в школе застеклили. Учебный процесс продолжается. Когда свет, газ отключился, начали готовить на кострах. Вот, на кострах. А потом, как удар сильный был со стороны Неченкова, градом, возле нас, начали прятаться тут, сидели там, никогда вообще без выхода. Ну, а теперь как? Пенсии? Ну, пенсии не платят нам вообще никому. Вот это на материну там люди. И вообще всему ловайскому славу. А то как можно. Кого какие запасы были, хорошо. А теперь же они уже заканчиваются. Друг другу люди помогают? Помогают. Помогают соседи, сосед соседам. Все делимся друг другу. Помогаем как получается. Сегодня состоялась рабочая поездка председателя Совета Министров ДНР Александра Захарченко. От имени правительства Александр Захарченко пообещал восстановить Иловайск. Сейчас главное запустить предприятие. Запустить Донецкую железную дорогу. Почему? Потому что это предприятие градообразующего для этого города. Запустить шахту. Дать людям возможность зарабатывать деньги. Чтобы они могли покупать то, что им необходимо. Запустить экономику, запустить торговлю. Это основные вещи, которые нужно сделать в первую очередь. Далее это восстановление города, восстановление садиков, школ, домов и так далее. К счастью, опасность миновала и город Иловайск возвращается к мирной жизни. В отличие от других городов, на территории этого города по сей день находится 98 военнопленных из карательного батальона «Донбасс». Их задачей станет восстановление разрушенного Иловайска. Но самое важное это то, что жители города, пережив те страшные события, готовы возрождать свой родной Иловайск. Эти люди заслуживают глубокого уважения. Как говорится, знаете, нет худа без добра. Потихонечку все это восстановится. И мы надеемся на лучшее. Маргарита Миронюк, Тарас Мирный. Специально для Новороссия ТВ. Долгожданный обмен военнопленными состоялся около населенного пункта Кировская. Предполагалось, что обмен состоится в понедельник вечером. Однако украинская страна в тот день так и не появилась в условленном месте и уклонилась от приговоров. 14 октября представители военных сил Украины сами вышли на связь и попросили провести обмен. По словам бывших пленных, некоторые из которых были задержаны еще в июне, условия содержания были, мягко говоря, суровыми. Последние пять дней они спали на кафеле, рассказал бывший военнопленный Николай Кузьмин. Им отказывали даже в питье. Освобожденные бойцы ополчения были доставлены в Луганск, где им предстоит пройти медицинский осмотр, а также оправиться от ужасов в плена. Напоминаем, Луганская и Донецкая республики ведут общий список военнопленных, и ранее основную роль в переговорах об обмене брали на себя донецкие военные. Однако им приходилось приостанавливать переговоры из-за того, что украинская сторона при выдаче пленных не обращала должного внимания на списки, предоставленные армией Новороссии. Зачастую под видом военнопленных выдавали мирных жителей, задержанных украинскими карателями незадолго до обмена. Субтитры создавал DimaTorzok